Приветствую вас, дорогие мои! И сегодня не я в кадре, в кадре сегодня моя дочь. И она согласилась приготовить по моему рецепту очень классный у нас есть рецепт Твикса. Она готовит его очень вкусно. Я ее попросила. Вы понимаете, у нее даже нет инстаграма своего, она вообще не снимается. И вот, наконец-таки, она будет с вами. Давай, молодец, готовь. Это магный рецепт, но я ее стырила, так что вот теперь я его только готовлю. Но она меня убьет, если я так буду готовить, так что мы убираем волосы. Одеваем фартук. Для теста нам понадобится мука. Мука нам нужна 150 грамм. Я готовлю половину рецепта, так что тут меньше. Сливочное масло 110 грамм. Сахарная пудра 30 грамм. Соль и ванилин. потом нам нужно сделать карамель для этого она понадобится сгущенка ее примерно 400 грамм но это получается банка сгущенки каждая банка сгущенки там разное количество от 370 до 400 так что вот банк сгущенки и сливочное масло также соли ванили надо а для глазури нам понадобится шоколад а в тесто скажи в тесто она без жидкости просто масло это песочное тесто до но все готовим начинаем готовить тесто начало мы берем сливочное масло оно должно быть либо комнатной температуры мягкой такой либо растопить так как мы не до этого не достали мы вот потом меня заставляют мы растопили сливочное масло теперь мы просто смешиваем все ингредиенты берем муку а с чем мы берем другую миску и сможешь и здесь ну ладно для красоты смешиваем все ингредиенты это что мука мука сахарная пудра можно использовать и сахар но мне лично не нравится когда сахар потому что они такие как кристаллики и мне такой не нравится такой нет а сливочное масло а разрыхлитель мы не используем будем делать как мама говорит начало в крышечку чуть-чуть и потом сюда чтобы случайно не перелить и все мешаем оно будет такой чуть-чуть жиденькое это нормально оно такое должно быть наше тесто готово оно не будет такое как у меня пробежался так сделать это надо помять сейчас дочь я вас теперь помню ее хорошо со мной да и теперь да она теперь легко можно еще намочить водой дочь берем мукладное тесто все готово можем закругляться так мы тесто просто вот так вот распределяем по форме можно и пальцами можно еще чем-то как вы хотите так она начинает прилипать если начинает прилипать можно водичку смазать эту штучку вот можно просто вот так пальчиками скатить руками распределить руками даже не мы просто для простых делаем духовку сейчас подождите я вам все расскажу хорошо у нас готово мы сейчас поставим в духовку на 180 градусов где-то на 10-15 минут мы достаем когда она еще будет не до конца готова она будет почти готова уже чуть-чуть такая золотистая чуть-чуть это ну как бы еще будет 2-3 минуты можно подпечь вот мы тогда ее достаем ну прям минут 10 лучше да да минут 10 ну смотрите следите да какая духовка пока что мы поставили выпекать наше песочное тесто можно я позволь вам скажу да мы поставили выпекать наше песочное тесто и пока что мы будем готовить этот карамель нам понадобится сгущенка эта сгущенка довольно жидкая если вы такие же ленивые как я берите более густую сгущенку и она будет быстрее спарить ну работаем с тем что есть сгущенное масло и щепотку соли и ванилин я не знаю зачем туда щепотку соли и ванилин но мама всегда пойдет из-за этого округа могу сказать что соль придает сладость блюду особенно сладко вот сейчас ставим на огонь и все будем перемешивать ставим на медленный огонь и постоянно мешаем никуда не отходим ни в соцсети посмотреть да не ну в соцсети можно но не такое не не надо мешать потому что она может быстро подгореть да а смотрите вот важно когда вы варите даже если она жидкая или не жидкая дно очень хорошо прям мешать прям по дну не так просто мешать а вот дно вымешиваете иначе вот будет пленочкой и она подгорит мы можем получается сварить карамель прям полностью доводить ее и тогда мы корж уже когда он полностью будет выпечен просто выкладываем сверху коржа карамель либо потому что мы не ленивы так вкуснее не до конца допекаем корж и не до конца довариваем карамель и потом ее выкладываем сверху и еще и выпекаем где-то минуту две три ну правда вкуснее потому что карамель не до конца дает я буду пропитывать она пропитывает корж и она такая тягучая становится она ради красивого кадра выключила кондиционер и теперь мы тут паримся я вам сейчас расскажу все секреты как по правде происходит съемки вот она началась увариваться еще чуть-чуть поварим но кстати она очень быстро уварилась буквально две минуты потому что я сделал большой огонь секрет если жидкая у вас сгущенка делайте побольше огонь не сразу намедленной и быстро-быстро ее уваривать еще совсем чуть она сейчас станет золотистой мы ее выключаем да очень важно только она начинает быть золотистой вы ее выключайте потому что и снимайте сразу с комфорки потому что иначе она будет доготавливаться ну как бы горячий остается у нас вот видите она должна просто легко со дна вот и видите она по краям уже прям золотистой становится и она уже это значит надо выключать видите вот наша карамелька готова сейчас тесто готовится или не 15 минут ему надо да и я будем соединять а сейчас я вам расскажу как вы это жить с мамой блогером секреты все секреты закадровой жизни мне все говорят все так повезло у тебя мама блогер она готовит такие вкусные этот ты наверно постоянно кушаешь мы тут голодаем честно прижмите деньги на это я шучу постоянно приходишь домой хочешь что-то покушать а тут съемка и ты либо ждешь часа четыре пока что все сниму и не можешь кушать либо лишь куда-то кушать и даже если не мамочкину любимую еду покушать ты даже сама не можешь приготовить и ты постоянно голодаешь вот так вот нам живут но если так сильно не утрировать что вот так реально когда запуски когда какие-то такие видео снимают этот вот так и бывает ты приходишь ты хочешь пообедать а ты даже не можешь поесть потому что сейчас съемку сейчас готовит конечно такой не каждый день нас тут не голодом не молит но вот иногда такое бывает такое тоже есть вот у нас готова тесто его не смогла поднять она вот такое видите она как бы еще минуты три она бы прям хорошо испеклось мы даже его чуть-чуть перед ну совсем капельку ну прям вот так хорошо но не больше 15 минут 12 раз у нас просто напряжение сегодня слабая так теперь берем мы из того что у нас слабое напряжение она уже начала чуть-чуть этот пустить а вот если ну как сразу же это да вот если сразу делать должно все нормально все кладем все наше тесто у нас на чуть-чуть загустела потому что мы чуть дольше выпекали но так она должна есть сразу же его поставить она должна быть прямо так этот более жидко сейчас маленький лайфхак если она прилипает к ложке мы берем ложку в мисочку с водичкой и вот так чуть опускаем и вот так вот она не будет прилипать и и распределяем и эта штука очень горячий из-за этого мы сейчас перестали снимать я нормально это все сделаю если вы готовите в первый раз и вообще лучше начала выпить корж и потом уже делать карамель потому что вот так не предвидите такие обстоятельства случились карамель чуть загустела ее было сложнее распределять а когда она только сварена ее прям легко распределить по коржу но если вы уже как бы поняли как это делать можно уже будет сразу поставить и корж и потом делать карамель лучше в первый раз сделать отдельно корж и отдельно карамель после коржа он у нас получается так как он у нас уже подтвердел мы не ставим вы еще раз в духовку если бы мы сразу же его бы нанесли он бы был бы более жидкий его можно было бы на две три минуты еще поставить духовку на так он у нас уже уже такой тверденький нам это делать это карамель на это карамель да про карамель она уже твердая хорошая можно вот просто оставить выпекать отдельно корж отдельно карамель делать вот и сейчас что мы делаем все сделаем базы скажете теперь делаем глазурь берем сливки а мы получается по рецепту берем 200 грамм шоколада и где-то 40 50 грамм сливок если вы хотите более такой не такой твердый можно взять прям 50 грамм обычно где-то 40 45 но вот до 50 грамм берем подогреваем сливки и потом туда положим шоколад ставим на огонь и мешаю но тут совсем чуть-чуть так что он будет сейчас скипит тут совсем и от того что кастрюлю к горячей и сливки горячий шоколад растопится так получается глазурь крем такой ганаш и называется в зависимости от того сколько сливок и шоколада с как бы тот такой ганаш или жидкий или густой сейчас мы мешаем пока что он полностью не растает шоколад все мы до мешали на шоколад вот он очень хорошо выглядит очень красивый очень аппетит и теперь мы просто его поливаем сверху нашего блюда тоже блюда нашего твикс нашего твикс нашего десерта это как тортик тортик да ну это есть торт твикс теперь мы его распределяем по твиксу он пока что жиденький так что это очень удобно делать такие ароматы стоят конечно это очень вкусно то очень так главное не сделать слишком твердый шоколад и не переварить карамель иначе его будет будет риск и да она может даже горсить часто я этот ну что наш твикс торт готов вот он у нас такой красивый он сейчас должен у нас чуть подостыть должна затвердеть шоколад его можно оставить либо на полчаса либо в холодильник даже поставить холодильник на полчаса да вот она лучше знает это юрица потом а мы его режем на кусочки уже можно будет кушать вот приятного вам аппетита и переходите на мамин курс по сладости мне точно за это не платит на просто кормят переводите на мою курс по сладости потому что будет много полезных и вкусных рецептов и если вы хотите больше видео со мной пишите я подумаю насчет а вот она скажи тогда вот ты готовишь сама же вот ты подросток и ты готовишь по моим рецептам конечно я вообще я если я не знаю что приготовить у меня же есть доступ ко всем книжечкам так атаку а что сегодня приготовить на обед такая открываю книжечку смотрю можно перец вашего ровно приготовить и прям по рецепту готовлю очень удобно вот эти книжечки они очень удобные но она и делает конечно да я буду говорить что я делаю все дорогие мои ждем до курсе вас да